Добрый день, уважаемые инвесторы! На инфляционном светофоре никак не загорится зеленый свет. Это может вновь воспрепятствовать понижению ключевых просадных ставок Банком России. Поподробнее об этой теме сегодня расскажем. Как мы с вами видим, вчера вышли последние данные по недельной инфляции. За неделю 23-29 апреля цены выросли на 0,1%. В годовом выражении, согласно таким предварительным данным, инфляция ускорилась до 7,2% с 7% ровно в марте. В апреле пока, если просуммировать поступавшие недельные данные за 4 недели, цены выросли на 0,5%. Такие данные, конечно, пока еще предварительные, но мы не ожидаем, что итоговые данные за апрель окончательные, они должны поступить сегодня-завтра, что они будут лучше от этих предварительных данных. То есть, скорее всего, текущая картина сохранится. То есть, мы видим преломление тренда к замедлению инфляции, который мог появиться после марта. В марте как раз это замедление небольшое было. И это, соответственно, ускорение инфляции в апреле. Банк России по-прежнему ориентируется на инфляции. Она для него основной такой маяк в принятии решений. Хоть Сергей Игнатьев ранее говорил о том, что ожидает сохранение тренда на понижение ставок. Как мы помним, в апреле часть таких второстепенных ставок была понижена. То есть, этот тренд, по его словам, должен сохраниться. Но Сергей Игнатьев не давал обещание, что Центробанк понизит ставки в мае. Соответственно, для этого пока может как раз и не быть предносыла. Можно сколько угодно долго выдавать желаемое за действительное. Многие говорили, что в апреле будет понижение ключевых ставок. Но этого, как мы помним, не случилось. Кстати говоря, согласно прогнозу Bloomberg, концепцию прогнозу, рынок также ожидает, что ключевые ставки, такие как финансирование, доповернайт и аукционный реповернайт останутся на неизменном уровне. Пока Банк России не озвучил дату заседания, оно традиционно должно пройти до 15-го числа месяца. Возможно, регулятор, так же, как и мы, ждет окончательных данных по инфляции и будет проводить свое заседание уже после окончания всех праздников мая. То есть это нужно, конечно, брать в расчет и понимать то, что все-таки, несмотря на то, что давление присутствует на регулятор, как со стороны Минэкономразвития, со стороны глав других банков, но в целом, естественно, есть свои ориентиры, и до этого регулятор держался довольно-таки крепко, не поддавался давлению. Так что пока говорить о том, что точно снизили ставки, мы бы не стали. Естественно, нужно дождаться еще окончательных данных по апрельской инфляции и потом уже делать такие вот конечные выводы. Также скажем еще пару слов и про текущее настроение в ликвидности. Мы видим, что спрос на нее остается на внушительном уровне, а даже он еще и вырос в сравнении с значением на конец апреля. То есть вчера лимит хоть и был понижен до 490 миллиардов рублей с 540 миллиардов рублей конца апреля, однако спрос здесь был выше. Уже на первом утреннем аукционе он составил 477 миллиардов рублей. Мы видим, что он фактически совпал с объемом предложения. В итоге еще вот на втором аукционе остаток средств также банк забрали. Ставки денежно-кредитного рынка, несмотря на активную поддержку Банка России, пока остаются на повышенном уровне. Вчера индикативная Моспрайм по кредитам Овернайт вновь обновила годовые максимумы. То есть максимумы текущего года выросли на 3 байсных пункта до уровня 6,59% годовых. Но как бы там ни было, все равно налоги-период уже пока пройденный этап, на всяком случае от прошлого месяца, не так далеко уже в следующий период, но рынок все-таки может добиться умеренного снижения ставок, насколько вот необходимости в крупных платежах пока нет. Цены корпоративных рублевых бандов в целом могут немного подастись. И за эти вот два дня, сегодня-завтра, как мы знаем, также торги будут и в пятницу. Ну, в пятницу такой будет условный торговый день. Да и сейчас, если честно, активность, она не столь высока, как до праздников. Это будет, конечно, тормозить рост рынка. И в целом активность до праздничной вернется уже, конечно, не раньше, чем после окончания праздников. Это основные события, которые мы хотели бы на сегодня озвучить. Всем спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok